Новые образовательные дисциплины регулярно появляются в школах Подмосковья. Так, в Одинцовском лицее номер 2 с этого учебного года открылся социально-экономический профиль, одно из самых востребованных направлений. А в начале каждой учебной недели ввели урок «Разговоры о важном», развивающий патриотизм у школьников и формирующий гражданское воспитание. Я считаю, это давно назревшее решение. И еще до того, как объявили, что это будет по понедельникам первым уроком, вот мы смотрели, как сделать лучше. И мы поняли, что это обязательно надо связать с поднятием флага по понедельникам перед началом учебной недели. Ну и потом оказалось, что наше мнение полностью совпало с решением Министерства просвещения. 1 сентября лицей распахнул свои двери для 134 первоклассников. А для кого-то этот год станет последним перед началом взрослой жизни. Ученики 11 классов уже активно готовятся к ЕГЭ. Будущая выпускница Ксюша Антонова осознает всю ответственность этого заключительного школьного этапа, но верит в успех благодаря одноклассникам. На самом деле очень волнительно. Последний год это очень большая ответственность сейчас ЕГЭ. Но из-за того, что я учусь в очень хорошем классе, я думаю, что этот год пролетит незаметно и здорово в такой хорошей компании. Ребята уже выбрали предметы, которые будут сдавать на едином госэкзамене, и начали готовиться. Нагрузка существенно возросла, но рядом всегда опытные наставники, которые помогут и поддержат. Это большой труд. Экзамены – это очень большая работа и большая ответственность. И наш, как учителей, и, конечно, большой труд ребят. Они это очень хорошо уже понимают. Они готовы к этому. Поэтому я думаю, у них все получится, а мы их будем во всем поддерживать. Старшеклассники признаются, что 10 школьных лет пролетели как один миг. И любимый лицей за эти годы стал для них вторым домом. Я уже успел полюбить эту школу, в особенности за общение с одноклассниками, за получение новых знаний и за очень интересные мероприятия. Особенно я очень люблю нашего классного руководителя, который поддерживает нас на всем школьном пути. Профессии, которые выбирают для себя старшеклассники второго лицея, самые разнообразные. Здесь учатся будущие медики, военные, полицейские, инженеры, артисты и лингвисты. Почти каждый одиннадцатиклассник уже определился с делом своей жизни. Я хочу стать преподавателем, потому что у меня в этой профессии мама уже много лет. Я смотрю на нее, и я уверена, что это будет интересно, увлекательно. И мне это действительно нравится. Я хочу стать инженером-электриком, потому что эта работа очень интересная и увлекательная. И электричество есть повсюду. Это будет всегда полезно. Я бы хотела стать лингвистом, возможно, в будущем преподавать иностранные языки. Я с самого детства проявляла интерес к этой сфере. Для директора лицея выпускники последних лет особенные. Еще сравнительно молодой руководитель образовательного учреждения Виктория Валуева ранее учила ребят точным наукам. Все дети, которых я сейчас выпускаю, они для меня мои ученики. Это не просто учащиеся лицеи. Это дети, у которых я вела информатику и математику долгие годы. Они родные и близкие настолько, что когда ты их выпускаешь в 11 классе, можно сказать, сердце рвется на части. Второй лицей выпускает в жизнь хорошо подготовленных, социально развитых юношей и девушек, настоящих патриотов своей страны. Многие бывшие ученики, окончив ведущие столичные вузы, уезжают в самые отдаленные уголки России, чтобы служить на благо Родины. У меня ученик, который с отличием закончил МГУ, отправился на Дальний Восток и работает, можно сказать, в сельской школе. Потому что он считает, что это его обязанность, это долг. Все, что в него вложено, он хочет вернуть этой стране. А потом я, говорит, вернусь еще к научной деятельности. По итогам прошлого года среди учеников лицея было 14 призеров и победителей регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. А также 14 золотых медалистов, которые высокими баллами на ЕГЭ подтвердили свои знания. Руководство и педагогический состав Одинцовского лицея номер два в будущем намерены только приумножать высокие результаты. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.